ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России хотят существенно увеличить штраф для водителей, которые были лишены права управления, но сели за руль до 100 тысяч рублей. Инициатива прозвучала в Государственной Думе. Правда, неясно, какая категория лишенников имеется в виду. За пьянку или, например, за выезд на встречную полосу. Не исключено, что всех будут грести под одну гребенку. Кроме того, рассматривается возможность внедрения конфискации транспортного средства. Эта мера будет применяться к тем, кто регулярно ездит без водительского удостоверения. ТРАССА СТО ОДИН Сдал старый аккумулятор и получил наличку. Или сдал старый аккумулятор и получил скидку на новый. Такая схема может скоро уйти в прошлое. Дело в том, что утилизацией автомобильных АКБ займется большая госкомпания. И в отличие от перерабатывающих заводов, она не будет платить клиентам за сданные батарейки. Наоборот, магазинам или пунктам приема придется раскошелиться на утилизацию. Якобы госкомпания создаст свою сеть приемочных пунктов. Некоторые эксперты расценивают это как очередной удар по бизнесу и по экологии. Ведь где гарантия, что гражданин не пойдет и не выбросит отработавший аккумулятор, если получить за него ничего нельзя? ТРАССА СТО ОДИН Разработан проект технических решений, которые позволят сократить число наездов автомобилей на пешеходов в нашей стране. За основу взят зарубежный опыт. К примеру, специалисты предлагают поднимать пешеходные переходы на 8 сантиметров над проезжей частью, а у детских учреждений на 15 сантиметров. Тут волей-неволей придется тормозить. Или организация так называемого зигзагообразного движения вблизи переходов. Это значит, что разметка и ограждение будут вынуждать водителя избавлять скорость и маневрировать. ТРАССА СТО ОДИН Основная часть россиян, которые сейчас присматривают автомобиль на вторичном рынке, хотят приобрести машину марки Тойота или Кия. Далее, по данным агентства Автостат, идут Volkswagen, Lada и Skoda. В следующую пятерку вошли Renault, Hyundai, Nissan, BMW и Audi. Правда, число тех, кто всерьез намеревается взять бэушную легковушку, в последнее время из-за резкого роста цен сократилось. В прошлом году в нашей стране число сделок по купле-продаже авто с пробегом достигло почти 6 миллионов. ТРАССА СТО ОДИН И Hyundai Creta по итогам второго зимнего месяца оказался во главе списка самых приобретаемых россиянами новых кроссоверов. Модель удерживает лидерство уже долгое время. Сейчас авто, как указано на сайте, стоит минимум 1 миллион 350 тысяч рублей. На втором месте Renault Duster с начальным ценником почти 1 миллион 200 тысяч. Бронза у Toyota RAV4 от 2 миллионов 170 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН